здравствуйте сегодняшний урок в каком-то плане продолжения предыдущего урока о том как простить родителей сейчас тема которую выбрали это вообще тема прощения обиды прощения почему мы обижаемся как правильно прощать что такое прощение я хотела бы вернуться немножко к предыдущему уроку меня спросили если какие-то обязанности у родителей и я сказала что только до трех лет потом воспитание то есть это было неправильно значит у родителей есть обязанности по отношению к детям они конечно совершенно другие чем уважение отца и мать они идут совершенно на другом уровне но у них есть обязанность поить кормить до шести лет дать еврейское образование научить его торе есть мнение научить плавать обрезать сделать педеоны выкуп первенца и женить женить и дать ему ремесло то есть учить платье одно измене научить плавать что родитель должен до шести лет да да ну вот до шести лет он должен он обязан давать ему все необходимое для его жизни да после этого это же хэсет да он уже не обязан дайте ему знание тура обрезать выкупить первенца ремесло научить плавать но ребенок не может требовать этот родители это обязанность на родителях и она конечно то что я сказала совершенно другая она несравнима с тем что дети обязаны по отношению к родителям был еще один вопрос является ли нужно ли уважать нужно касается ли закон чтить родителей приемных родителей сказал что приемных родителей нужно относиться с благодарности как как любому человеку то есть нет митва тут безусловно нужно испытать благодарность нужно быть человеком по отношению к людям которые для тебя все сделали но именно заповедь заповедь к кибуту риман относится к биологическим родителям это две вещи касающиеся прошлого урока тема которая я хотела бы с вами поднять сейчас эта тема обиды и прощения хотел спросить почему мы обижаемся если люди которые обижаются больше из людей которые обижаются меньше почти нет людей которые не обижаются вообще как вы думаете почему человек обижается что такое обида обида это когда она задевая за наше самолюбие да у нас есть наши они наше эго наше ощущение себя и когда она задевает наступает на какие-то больные для нас точки но мы ощущаем обиду обиды это в каком-то плане защита человек таким образом защищается от того кто на кто его обижает да кто на него нападает или кто от него что-то требует или кто его критикует да вам в какой-то момент он обижается и он отстраняется и в этом плане это совершенно легитимная вещь то есть он защищает себя то есть мы имеем полное право защищать себя плане есть у обиды функция защиты но мы обижаемся больше чем защищаем себя то есть мы часто обижаемся на вещи которые кажутся совершенно незначительными есть люди которые обижаются на на слово на взгляд на на малейшую какую-то ошибку который другой человек сделал по отношению к нему люди которые они состоят как можно сказать при общении с ними ты ходишь как по минному полю не знали вы сталкивались такими людьми когда любое слово любовь любая фраза любой какой-то взгляд может быть может быть оценен как к ним каким-то своим образом именно это человек будет обижаться мы часто сам не понимаешь что с ним происходит часто сам не понимаю даже что он обижен но тут же отделяется на и мы чувствуем что что мы рядом с чужим человеком для человеком который не хочет иметь с нами дело это люди которые находятся все время в ощущении самозащиты я нахожусь в небезопасном мире так говорит человек сам себе и поэтому я должен все время быть на страже он наступил мне уже на мозоль а этот может наступить мне завтра если люди супер супер чувствительные они плачут много не обижаются они ставят все время какие-то защитные психологии это называется глухая стена в семейных отношений вообще вы встречались в отношениях с близкими людьми часто когда мы обижаемся мы перестаем разговаривать другой человек для нас как как за глухой стеной если человек делает это часто и делает с одним тем же человеком то он постепенно становится ему чужим в семейных отношениях это одна из самых главных проблем когда жена обижается на мужа можно обижается на женой и между ними возникает глухая стена эта глухая стена она имеет место на какое-то короткое время потому что человек он он человек да он может обидеться но вопрос сколько него займет это времени говорят что когда снимаешь кастрюлю с мясом с огня она продолжает еще кипеть то есть безусловно нельзя человеку сказать на ерунда все наши глупости оставив простенье обращай внимание это все да у нас внутри появляется какой-то ком нам становится этот ком у всех по-разному кого-то груди у кого-то в горле у кого-то в голове да нам становится обидно тяжело мы часто не понимаем даже из-за чего мы обычно не осознаем какая точка у нас задета только если мы специально этим не пытаемся понять мы обижаемся ставим глухую стену с мужем с детьми с родителями с близкими людьми и постепенно мы оказываемся какими-то далекими от них то есть обида можно ли не обижаться вообще нормально ли нормально ли когда человек обижается часто где-то мера обиды да как этому относиться вообще источник обида как правило это то что человек человек близок прежде всего к самому себе и чаще всего он недоволен и обижен самим собой мы говорили что от самого себя человека почти невозможно убежать как бы не хотел если люди которые убегают от самих себя но это сделать намного сложнее чем бежать другого человека потому что я снесу себя везде в любое место где бы я ни был мне не очень ли мне хорошо собой ли мне плохо самим собой поэтому если я и часто обижаюсь на самого себя и обижаясь потому что я я считаю по жизни мне всегда говорили что я должен быть совершенен я должен быть я должна быть хорошей ученица я должна быть хорошей дочкой от меня всегда требовали каких-то больших достижений меня родители ждали смотрели мой табель грелит и отличница тогда они меня хвалили ощущала что я хороший ребенок если я получала плохую отметку значит я ощущала что не очень хорошая и тогда если я допускаю какую-то ошибку то я сама себе говорю я не очень хороший я сделал ошибку должна быть отличница должна быть От личницы везде, во всём, всегда. Вы знаете, что есть такая вот болезнь, так называемый перфекционизм, когда люди требуют от себя всегда быть хорошими, как говорят на иврите, ела тофь и рушалаем, быть очень хорошими. Всегда, во всём, везде. А так как это невозможно, мы люди, у нас есть свои ограничения, у нас есть взлёты и падения, у нас есть настроения, у нас есть ошибки. Говорят, что человек, цедик, семь раз падает и на восьмую встаёт, только тогда он становится цедиком. То человек, если он не падает, он не в состоянии исправиться, он не в состоянии стать этим праведным человеком. То есть мы учимся на наших ошибках. И мы часто недовольны собой, мы недовольны себя, мы грызём себя. Человек может быть самым большим врагом самому себе. Мы часто говорим себе, ну опять не то. И глупости сделала, я могла бы промолчать, а зачем я так отреагировала. И вообще, если бы, если бы я не сделала, не сказала, не пошла, не сделала миллион других вещей, которые вообще, может быть, и невозможны были бы, то я бы, то всё было бы иначе. То есть как с этим работать? Что с этим делать? Потому что мы несем в себе всё время груз этих обид. Мы говорили в прошлый раз о обиде на родителей. Почему обида на родителей такая существенная? Потому что она очень первичная. Это первые люди, с которыми мы сталкиваемся в жизни. И мы, как маленькие дети, не можем ничего сказать. Мы живём на уровне нашего маленького детского сознания. Мы ощущаем боль, мы ощущаем неприятность. Но мы не можем передать, мы не можем ответить, мы ничего не можем сказать. И поэтому у маленького ребёнка это остаётся как такие вот маленькие или большие обиды, недовлетворённость, грусть, ощущение себя беззащитным. И я-то читала книгу, почему такой маленький ребёнок чувствует себя нормально, несмотря на то, что вокруг него ходят великаны. То есть ходят взрослые люди, которые для него, когда он смотрит на них, они должны быть просто какие-то совершенно невероятные великаны. Оказывается, он это не чувствует в том случае, если его любят. Если ребёнок получает любовь, а, как правило, обычный нормальный ребёнок его получает от родителей, то он не ощущает, что он какой-то беззащитный, беспомощный, очень маленький. Да наоборот, он считается центром мира, потому что вокруг него крутится вся жизнь. Но в каком-то возрасте он начинает больше осознавать. И тогда он видит, что кто-то его обидел, кто-то ему сказал не так, кто-то ему сказал не то. Но он не может это выразить. У него нет ещё понятия даты, сознания, но у него есть этот мир ощущений и эмоций. У него есть много эмоций. И мы растём. И постепенно у нас немножко пробуждается наше сознание. И мы начинаем ощущать в себе больше своё я, своё эго, своё они. Можно поговорить о том, что такое эго, и что такое наше настоящее я. То есть эго человека — это его жизненная часть. Это в юдаизме есть ещё такое понятие, как есерара, скажем, да. То есть наше эго, оно находится почти целиком в дурном начале. Наше эго, оно необходимо нам для того, чтобы вырасти. Это жизненная сила, это мир чувства, ощущений. И этим эго мы воспринимаем мир. И в какой-то момент, в возрасте 13 лет или дальше, мы должны постепенно немножко ставить в сторону наше эго, оно остаётся с нами, и дать место нашему настоящему я. Наше настоящее я, оно связано только с нашей душой. И в тот момент, когда человек начинает жить с осознанной духовной жизнью реальной, он начинает больше соединяться со своей настоящей душой, то есть со своим настоящим я. И тогда идёт всё время какая-то вот такая борьба, да, кто кого. Или это эго. Наше эго — это наша внешняя личность, это как нас воспринимают другие люди во многом. Это то, что больше всего реагирует на обиды, да, если нас задевает, если нам что-то говорят. И есть наше внутреннее я, которое связано с нашей душой, которое имеет никакого отношения, которого никто не может ни обидеть, ни задеть. И насколько человек связан со своим настоящим я и со своей истинной душой, настолько его невозможно задеть. Насколько человек живёт как бы только на уровне своего эго, настолько его очень легко везде и во всём задеть. И маленький ребёнок, он как бы накапливает всё время вот на уровне своего эго, накапливает эти вот обиды. И это как бы очень понятно. Это понятно, потому что он действительно не может никому ответить, что не может сказать. И я как-то слышала историю, что ребёнок, вокруг которого мама всё время бегала, первое его слово было, когда он начал говорить «отойди». То есть, мам, я не знаю, ли это реальная история, или это шутка, но ребёнок, когда он смог что-то сказать, он сказал, да, сказал «отойди, мне не нужно столько внимания, не нужно, что-то вокруг меня бегало так много-много взрослых». Поэтому ребёнок, как только он начинает что-то выражать, он начинает как бы, ему становится немножко легче, он начинает себя больше осознавать, и начинает уже вступать в какой-то контакт с взрослым человеком и говорить ему «ли я обижен», или наоборот, вступать в какие-то здоровые или не очень здоровые взаимоотношения с миром. Почему же действительно есть люди, которые очень-очень ранимы? Потому что мы сказали, что есть люди, во-первых, есть люди по природе свои очень чувствительные, есть люди более эмоциональные. Чувствительность, эмоциональность — это не одно и то же. Есть люди чувствительные, но не очень эмоциональные, есть наоборот. Чувствительные, так и правда, человек очень чувствительный, к себе, и если он работает над собой, то и к другим. Он знает, где что сказать. Он знает, он умеет почувствовать другого человека, он может дать ему эмпатию. Эмоциональные люди — это люди, у которых очень много чувств. Это люди, которые могут много говорить, люди, которые пишут, рисуют. Да, мы часто видим эмоциональных людей, которые говорят руками. То есть люди, которые пытаются, любят выражать свои чувства. Это не одно и то же. И если человек чувствительный, особенно если он ещё внутренний, такой интроверт, и если он не работает со своими чувствами, ощущениями, то его очень легко ранить. И если он вот эти обиды накапливает, или накапливал, когда он был ребёнок, или врос в какой-то не очень благоприятной ситуации, или родители, которые не были очень достаточно чуткие, которые критиковали его внука, или он рос не с родителями, или рос с бабушками, которые не знали вообще, что делать со своим внуком, они не очень умели воспитывать. То есть у каждого могла быть какая-то не очень лёгкая ситуация. И эти обиды, они остались в глубине его души. Когда он вырастает, он женится, выходит замуж. И вдруг он начинает реагировать. Вдруг эти вот болезненные точки, которые были, они начинают жить и работать. То есть второй человек, муж, жена, они как бы ничего не понимают. То есть говоришь какую-то вещь, а реакция совершенно неадекватная. То есть, например, был такой случай у меня одна знакомая, которая в доме, она росла среди братьев. У неё были братья, она была единственная сестра. Она любила молоко. Её братья тоже любили. Она приходила в конце дня, она открывала холодильник и видела, что молоко всё выпито. И ей было похоже, да, к этой ситуации. Да, это большая семья была. И у неё было вот такое вот, опять выпили. Опять выпили, никогда меня не оставляют, и вечно мне ничего не достаётся. Да, вот эта обида. Не оставили, не додали, опять выпили. Да, эта обида, которая сидела у неё с детства, она даже не осознавала её. Она выходит замуж. Муж ни о чём не подозревает. Выпивает там последние, последние капли молока. Она приходит с работы, открывает холодильник. Видит, что нет молока. И у неё начинается истерика. Она не просто говорит, ой, как жалко, что молока нет, да, надо пойти купить, или в следующий раз купи, или мне будет очень приятно, если ты меня будешь оставлять. Она это не говорит, у неё начинается истерика, потому что опять выпили. То есть опять не оставили, опять обидели. Да, это идёт совершенно в подсознательном уровне. И реакция всегда совершенно неадекватная, потому что это реакция не сегодняшнего момента, это реакция той ситуации, которая была много лет назад. Сегодняшний момент в этой самой сыграл только там, может быть, максимум 10%. 90% — это той ситуации, которая была много лет назад. Но из-за того, что это накапливалось, да, это накапливается, то есть это не один день, когда она не видела молока, на это наложилось ещё что-то другое. Ей не додали, не знаю, там, корфлекс, не додали внимания, не додали ласковое слово, да. И с этим она растёт по жизни, что мне не додают, да, мне не хватает, у меня недостаточно внимания, я на последнем месте, меня не любят. И поэтому в тот момент, когда была нажата эта кнопка, да, тут же реакция экстремальная, неадекватная, намного более преувеличенная по отношению к тому, что произошло, да. Ему же не понимают, что произошло. А она не понимает, почему она не понимает, что произошло. Потому что для неё она даже не видит, насколько она неадекватно реагирует. Это в психологии называется эмоциональная аллергия, да. Когда у человека есть, есть уже какие-то аллергии, которые несёт с собой, и они начинают проявляться уже в будущей жизни, в семейной жизни. Есть иногда ребёнок, когда родитель ему говорит, это нельзя, мы говорили уже в прошлый раз, что нельзя всё время, что родители должны быть очень осторожны со словами. Потому что, когда говорят нет, нельзя, не сейчас, не так, то ребёнок слышит всё время нет, 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 нет. То есть как бы ту же самую фразу можно сказать, ту же самую мысль можно выразить другими словами. Можно сказать, да, можно, не сейчас. Да, хорошо, в следующий раз. То есть то же самое, ту же самую информацию только передать в положительной форме, и тогда на его подсознательном уровне он будет слышать, да, мне разрешают, он не будет слышать, не сейчас. Потому что наше подсознание, оно очень просто устроено, оно ловит это слово, первые слова основные, да, нет, да, какие-то указания. И поэтому, если, например, ребёнку говорили, ты, это нельзя, туда не ходи, это подружки не те, книжки эти не читают, да, болеть шува, это часто бывает, когда они делают, делают свою шуву, и они не очень, и только болеть шува, на самом деле, но легче сказать «нет», и тогда первое, что говорится «нет», то есть ты говоришь «нет», и ты сразу перекрываешь, как бы, все возможности, становится спокойно. Ты сказал «не ходи», значит, не ходит, да, если ты сказал, скажешь как-то иначе, или по-другому, я говорила даже на прошлом уроке, я могу, вот помню, что как Равгир говорит, что в основном нужно ребёнку позволять и разрешать, нужно дать ему возможность сделать то, что он хочет, только если это не влияет на его духовный уровень, на физическое здоровье, если это не может ему навредить. Поэтому изначально должно быть всегда «да», но бывает ситуация, когда мать говорит «нет», и тогда родители, и тогда ребёнок может воспринять «мама меня не любит», «мама меня не любит», это может быть какая-то ситуация, где он её словил таким образом, да, «мама этому дала, а мне нет». И с этим ощущением идёт по жизни, «меня не любит», «мама меня не любит», «никто меня не любит», да, и каждый раз, когда он встречает ситуацию, которая похожа на это, это ложится ещё одним слоем на его понятие «меня не любит». Выходит замуж, женится, да, опять встречает человека, который каким-то образом напомнил, своим поведением, похожую ситуацию, и тут же в голове выходит «меня не любят». Антон, 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 может работать, и он еще раздрямит подтверждение. Нахон, Нахон. Нахон. Реальность не такая, но потом берет, и реальность окружающего, таким образом уже, это заниженная самооценка. Мы притягиваем к себе те вещи, о которых мы боимся, о которых мы думаем, безусловно. Если мы ожидаем, что нас не любят, мы будем находять на него подтверждение. Я честно говорю, что человек, который приезжает в Израиль, если он приезжает с позитивным настроением, и с ожиданием того, что будет всё хорошо, с ним так и происходит. Если человек изначально настраивает себя негативно, и ожидает здесь, что будут какие-то неожиданности, очень тяжелые, и будет плохо и тяжело, то это плохо и тяжело найдет. Потому что все зависит, как человек смотрит, а его взгляд, он во многом зависит от его прошлого, от его отношения к миру, от его характера, конечно. Поэтому, как, в принципе, что с этим делать, как с этим работать? То есть, прежде всего, если у нас, если мы такие очень-очень реактивные, если мы всё время реагируем, и мы видим, что наши реакции, нужно быть внимательны к самой себе, если наши реакции неадекватны, мы реагируем не по той ситуации, которая произошла, а намного больше. У каждого из нас есть... Мы можем спросить у наших друзей, мы можем спросить у наших близких, скажи мне, я отреагировала как-то странно, это было слишком. Мы можем проследить себе, если нам становится плохо от какой-то ерунды. Или мы начинаем кричать, стопот ногами, или ужасно злиться от какой-то объективной мелочи. то это может быть знаком того, что есть в этом месте какая-то проблема, есть какая-то неправильная взглядная вещь, или какое-то плохое отношение к себе в этой точке. Мы, как правило, обижаемся в том месте, где мы слабы. Если я скажу, если я скажу, вам скажу, у вас очень красивая кофточка, вы знаете, что у вас красивая кофточка, например, я вам скажу, вы знаете, что у вас хороший вкус, то есть это ваша сильная точка. И я вам скажу, ты знаешь, мне очень нравится, как ты одеваешься, это обидно, это обидно, но если вы сильны в этой точке, вас это не заденет. Но если я скажу вам и кому-то другому, я говорила в прошлый раз, что всегда болезненные точки, это ты плохая мать, ты плохая жена, это меньше, но очень болезненные точки, это точки очень басисные, какие-то внутренние очень. То, чем человек особенно дорожит. Поэтому если сказать, сказать вам в какой-то слабой точке, у меня лично моя свекровь была, она есть, она пожилой человек, очень хорошая хозяйка. Она была фармацевтом, невероятно чистоплотная и очень хорошая хозяйка, самое главное. Я внутри всегда ощущала, что я как бы хуже. Я не знаю, объективно это не объективно, это субъективно, потому что этому нет предела, всегда может быть лучше, всегда может быть хуже, потому что у чистоты нет предела, может быть, еще чище, еще чище. И если бы мне сказали, например, просто думать, мне сказали, ты знаешь, ты не очень хороший хозяйка, я думаю, что меня бы это задело, потому что моя точка отсчета была моя свекровь. На каком-то очень подсознательном уровне. Если мне сказали какие-то другие вещи, в которых я сильна, или которые вы сильны, то мы бы сказали, смотри, это не очень приятно, когда тебе говорят какие-то критические вещи, но меня это не задевает, потому что я знаю, что это не так. Потому на что мы обижаемся, мы можем определить, где наши слабые точки. То есть это может быть просто как диагностика того, где то место, где мы должны себя укрепить. То есть что мы делаем обычно, когда нас обижают? Мы начинаем реагировать. Мы начинаем активно реагировать. Или мы защищаемся, или мы убегаем. Как есть три реакции на стресса. Или я застываю, я как бы молчу, начинаю плакать, если меня обидели. Или я убегаю, я делаю вид, что ничего не произошло. У меня внутри это осталось, но я как бы убегаю. Или я борюсь, начинаю нападать. Ты сам такой, посмотри на себя. Ты думаешь, ты хорошо одеваешься, посмотри, что ты одела на себя. Ты думаешь, ты такая умная. То есть да, лучший способ защиты нападения тоже начинает. Еще одна реакция на стресс, если обида сильная, мы входим в какое-то стрессовое состояние, мы начинаем себя защищать. Человек, который... эмоциональный, он просто не может себя задерживать. Это немножко другое. Если человек что? Эмоциональный. Да. Он просто так реагирует, просто он привык вот так вот. Смотрите, эмоциональный человек... Даже если его не заделаем, как бы он привык вот так вот реагировать. Смотрите, неприятные слова, они задевают всех, но по-разному, да. Безусловно, эмоциональные люди, они реагируют, они реагируют более эмоционально, скажем так, да. Но есть, например, эмоциональные интроверты. Эмоциональный интроверты, он не скажет вам ничего, но он затаит обиду. Кроме того, например, женщины, он не скажет, он спрячет эту обиду, да, ты не достоин того, чтобы я тебе показал, но эта обида будет очень глубоко у него внутри. Экстраверты в этом плане, люди, которые умеют выражать, говорят как бы открыто, им в этом плане легче, потому что они скажут, и у них это уйдет. Они просто перебросят свое состояние на другого человека. Люди менее эмоциональные, нахуй они больше головой, они могут больше затормозиться, затормозить себя, посмотреть реальнее. Но работа над обидами и потом как бы прощение от обид, это работа для всех. И для эмоциональных, и для более эмоциональных, менее эмоциональных. Но в принципе человек, он обижается, да, он обижается, и это как бы, это реальность. Эмоциональный интроверт, если мы начали уже об этом говорить, это люди, которые действительно, у которых много эмоций, и которые с ними не умеют работать. Они могут научиться работать, как правило, они лучше всего через искусство. Они хорошо пишут, они хорошо, они творят, да, в основном писатели, они были все очень эмоциональные, интроверты, люди, которые могли выразить свои чувства через письмо, через искусство. Эмоциональный экстраверт это человек, который говорит хорошо, который умеет разговаривать с людьми, который умеет общаться, да, но все равно выражает как-то чувство. но надо знать, мы должны, значит, что мы должны делать, когда нас обижают, да, то есть очень много говорят в Торе, что в тот момент, когда ты сдерживаешь себя, когда ты не реагируешь, когда ты, как бы, соединяешься не со своим эго, а соединяешься со своим настоящим я, которого невозможно задеть, и которого никто не может, потому что оно божественное, да, оно настоящее, и ты можешь сдержаться и не ответить другому человеку, то это очень большая заслуга. Говорят, что даже у такого человека можно просить браху, потому что, если мы в состоянии это сделать, да, то мы это сделаем, мы делаем, как бы, лишим шамами, и у нас, то есть это, это большой поступок с точки зрения человека, это очень тяжело, надо этому тренироваться, но это большая вещь, потому что человеку очень тяжело себя не защитить, это происходит и не часто на инстинктивном уровне. Что происходит дальше, да, вот мы обижены, как мы можем освободиться от этих обид, и как мы можем прости человека, который нас обидел, как вы обычно это делаете, у вас есть какие-то ваши личные патенты, как мы прощаем другим людям? Ну, просто сделать вид, что не было ситуации, да. И это прощение? Нет, мы сходим с хорошей стороны, мы правда. Если мы общаемся с этим человеком, мы же знаем, что он хороший, мы видим его плюсы, и я думаю, если мы видим его плюсы, мы дорожим этим человеком, то можно закрывать глаза на такие вещи. То есть вы, вы можете закрыть глаза, и внутри вы ощущаете, что вы прощаете. У вас не остается обиды на него. Говорят, что женщина прощается тяжелее, чем мужчина. Вообще, заповедь примирения в семье лежит на мужчине, потому что мужчине это сделать легче, хотя, как бы, в реальной жизни это кажется, в реальной жизни это кажется иначе. Почему, сказано, почему женщине сделать это тяжелее, потому что мужчина, он взят из праха, прах, как глина, если его развести с водой, то будет, развести с водой, то будет глина, будет мягкая. А женщина, она взятая средней части мужчины, она кость, она сильная, она твердая, да, это качество, необходимое для жизни, она очень стойкая, очень выносливая. и женщина, и кость, сколько ее не варишь, она становится только твержею. Поэтому говорят, что женщине тяжелее прощать. Поэтому это митцва, вот, примирение, лежит на мочении, но часто это дело женщины, потому что женщина, как бы, чувствует свою ответственность за мир в доме, и она, как бы, вот, в своей мягкости она идет навстречу, и это, как бы, очень так хорошо. Но часто, действительно, это очень тяжело. Женщина, она очень ранима, даже более, в каком-то плане, ранима, чем мужчина. Тоже есть, в Торе есть ответ о том, почему она ранима. Она особенно ранима от собственного мужа, близких людей, потому что женщина взята с средней части мужчины, она должна быть ему равна. Но, с другой стороны, есть клала хавы, есть проклятие хавы, что вы и шлотба, и ты будешь управлять мною. То есть, с одной стороны, она равна, а с другой стороны, она хочет ощущать себя с мужем, как за каменной стеной. Она хочет, чтобы он был тот, который будет управлять, не управлять ею, а как бы помочь ей в жизни. Он будет командовать, он будет главный, он будет ведущий. И это действительно качество мужчины. Поэтому из-за того, что она как бы находится в этом конфликте, я равна, или я та, которая под ним, я как бы, он тот, который ведет. Вот этот конфликт, он приводит ее к тому, что она становится, она обижается очень на мужа, особенно на мужа. вы говорите, что вы, что вы можете, как бы, отвлечься и найти какое-то ему оправдание, нахуй, или вы знаете, что он хороший человек. Должна быть причина на обиду, на еще что-то. То должна быть какая-то очень сильная обида, чтобы вы, очень сильная причина, чтобы вы обиделись. Да? Я не обиделась. Ну, вообще, к примеру. Да. То есть, вы человек не обидчик. Не знаю, как это со стороны, но я считаю, что я не обидчик. Да, какие еще способы? Вы отвлекаетесь, вы сказали, что вы сказали? Судим с хорошей стороны. То есть, вас тут обидело. Я хочу последить ход его мыслей, что, может, он не хотел, плохой. Ага. То есть, вы ищете кавсху, то есть, позитивную сторону. То есть, что он мог, из каких соображений он это сделал, найти им оправдание. И вам это всегда помогает? Ну, это уже холодно, но мама. Сначала на эмоциях тяжело. Ага. И долго вы чувствуете, долго вы ощущаете это эмоции, обида, тяжесть. Сколько там времени. Да, да. У меня есть такая тактика, которая, с того, что я очень чувствительная, очень неудачивая, я выработала, мне очень помогает по жизни. Я просто... Это очень работает. То есть, вначале, если ты, когда ты слышишь, что обижаешься, да, я поняла, что не нужно ждать какое-то время, потому что ты еще разбиваешь, если начинаешь еще больше, еще больше, тогда сразу с кучоком поговорить. И поговорить на фоне, а что ты хотела сказать, тем, что ты не сказала, да, я вот начала делать, практиковать это. И мне очень интересно, оказалось, что никто не хотел меня обидеть. То есть, я несколько раз делала, я обижала, да, я уже начинаю, что-то сейчас разбухать. Нет, я сейчас останавливала, начинаю как бы, ну, вопрос ему человека. что-то имела в виду, когда ты сказала это и это. И оказывается, то есть, практически во всех случаях, которые я обидела, никто не хотел, не хочет, да, специально, да, сделать мне плохо, сделать кому-то плохо. То есть, когда я это понимаю, если человек, что не хотел, не уехал, тогда как бы, на что и обижать. То есть, получается, что мы обижаемся из-за каких-то недостаток других людей, да, то, что он, допустим, немец, то, что он грубый человек, то есть, это не связано вообще со мной, это его какое-то качество, допустим, но, если мы понимаем, что люди не хотят нам плохого, да, то есть, основные, как эти корни обиды, это именно в том, что мы будем сном, что делать. Смотри, это ты прошла уже какую-то работу, это какой-то уровень самосознания, да, когда я вдруг останавливаю себя и говорю себе, стоп, что произошло, я обиделась, да, я обидела, значит, у меня, мне знакомо это чувство, это чувство неприятное, оно ни к чему не приводит, оно приводит только к разделению одного человека от другого, я выясню, что я могу, что он имел в виду, да, это уже какой-то, какой-то уровень, какой-то уровень самоосознания. Есть какие иногда обиды, когда тебе тяжело говорить с человеком? Есть иногда обида, когда ты не можешь поговорить с человеком, или тебя занимает много времени, пока ты начнешь говорить с ним. Обиды бывают разные. Знаешь, нам очень легко сказать слегка, когда мы наступили на ногу в кафе. Слиха. Или простите, пожалуйста, вы каша, да, все хорошо, все замечательно, да, или кто-то... И нам очень тяжело прощается, когда обиды касаются какой-то нашей сущности, каких-то болезненных точек. То есть ты отделяешь, это как бы очень такой правильный подход, отделяешь поступки от человека. То есть он сделал какой-то поступок. Но при этом ты говоришь, что он ненормальный, неадекватный, и у него есть проблемы. Но при этом ты говоришь, да, у него есть проблемы, эта проблема не касается меня. Но у него есть проблемы. То есть есть вариант, который, который, он как бы в каком-то плане, может быть, лучше. То есть отделить поступок от человека. Он хороший человек, сделал неправильный поступок. Это то, что мы должны делать вообще по отношению и к самим себе, к детям вашим будущим, к всем, отделять поступок от человека. Человек, последних злодеев, их очень мало, да. То есть люди, которые ошибаются. Можно отделить поступок от человека, да. Человек, он бы сэдерон, он сделал неправильный поступок. Этот неправильный поступок он не подумал, как вы говорите, да, или кавсхуд. Он не подумал. У него тяжёлое детство, он был без без родителей, он рос в интернате, у него, он не знает, как правильно общаться с людьми. У него тяжёлая абсорбция, да. То, что мы говорим, найти какой-то кавсхуд, потому что я говорила кав, от слова как лопатка, копать для того, чтобы найти какую-то точку, за которую ты можешь оправдать. Найти оправдание, быть адвокатом тому человеку. Адвокатом тому человеку найти ту точку, которая по его правде. Потому что мы очень часто, мы прокуроры. Мы прокуроры себе, мы прокуроры тем людям, мы обвиняем, потому что так мы снимаем, переносим ответственность себя на другого человека. И тебе это помогает? Смотри, очень важно, очень важно, что это не накапливается. Потому что в тот момент, когда накапливается очень много чувств, вы уже не знаете, что вас обидело. Это очень большой клубок разных чувств. И обычно негативные чувства. Это гнев, это, не дай Бог, ненависть, это неприятие, это раздражение. Это много-много разных неприятных чувств, которые сидят очень-очень таким плотным слоем, слоем, комом у нас, на нашей душе, в нашем сердце, да, в каком-то даже физическом месте. Есть даже места для этого. У многих, у многих, то, что я вам говорила, это вот здесь, в этой части, скапливаются, вот это вот негативные чувства. У многих они в горле, у кого-то в животе. В животе это какие-то очень басистные вещи, это очень жизненные. То есть на уровне эссердута, на уровне выживания. То есть обиды для тебя иногда на уровне выживания. Здесь это больше эмоциональное, да, здесь защита, щитовидка, да, вот все эти, мы как бы и реагируем нашими органами. И поэтому, и поэтому поговорим, да, и поэтому обиды, они часто приводят к болезням, не дай Бог, да, они приводят к тяжелым психосоматическим болезням. Потому что мы, не осознавая этого, накапливаем много-много разных нерешенных проблем, невысказанных обид, да, каких-то, то, что говорят, мы накапливаем сначала мысленно, сначала мысленно, или сначала, иногда это, сначала, что происходит в нашем сознании, когда мы реагируем, и сначала у нас появляется мысль, да, опять он меня обидел, я не могу больше этого видеть, да, это мысль короткая, она потом спускается к нашим чувствам. наше чувство, это раздражение, это ненависть, это, 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 злость, это, много, какие еще есть негативные чувства, есть очень много, это может быть, да, много, много разных отчаяния, да, опять, с какой раз, сколько я могу же, я не могу больше терпеть это, да, иногда это спускается, потом в живот, и вам становится плохо, начинает болеть живот, да, иногда наш, наш, наш организм реагирует часто очень-очень стрессово на обиды, то, что я вам говорила, повышается давление, учащается пульс, если это происходит часто, то расширяются кровеносные сосуды, у людей понижается их эмоциональная и психическая деятельность, интеллектуальная деятельность, да, те вещи, которые очень-очень влияют наше физическое и душевное здоровье, есть, я не знаю, или вы читали книги Луиза Хэй, Брайтон Байес, да, это люди, которые вылечили себя через вот эти вот техники, я принеслась несколько техник прощения, да, через эти техники, они сначала осознали, и одна и вторая прошли очень тяжелую жизнь, и Луиза Хэй, она была изнасилована в возрасте там 19-14 лет, я даже не помню, росла с отчимом, да, постоянно унижали, уничтожали как личность, и в возрасте 40 лет она стала как бы перерабатывать свою жизнь, и пытаться, она заболела, заболела эта болезнь, заболела раком в возрасте 40 лет, и тогда она начала свое самоизлечение, ее первое самоизлечение было в том, что она начала, она выявила в себе обиды на людей, да, нам тоже не всегда легко заглянуть внутрь своего сердца, и понять на кого, когда и где был обижен, потому что мы часто, мадхики, мы это затыкаем, да, затыкаем наши обиды, и головой пытаемся как бы простить, и голову мы часто прощаем, а сердцем нет, и тогда человек вот начинает болеть, и говоря, что именно вот эта страшная болезнь, от которой умирает большая часть людей, она именно от этого гнева, от негативных чувств, которым человек сам себя съедает, и она через разные техники, через свою систему она себя вылечила, через технику прощения, прежде всего, это так же само Брайтон Байт, и выработали свои собственные системы прощения, вот они говорят, что насколько важно выявить себе вот эти задавленные обиды, негативные чувства, переработать их, отпустить, и как бы выйти на свободу, то, что называется, да, выйти на свободу, это значит действительно отпустить весь этот негатив, я говорила вам на прошлом занятии, что у нас всегда в нашей душе есть много чувств, и все хорошие чувства, они, как правило, лежат внизу, если можно нас представить, как сосуд, а наверху все негативные, и поэтому до тех пор, пока мы не избавимся от гнева, ненависти, презрения, раздражения и прочих, от зависти, в гордыне, негативных чувств, мы не сможем проявить любовь, не сможем любить других людей, принять себя, и прежде всего, то, что говорила Луза Хэй и Братнбайд, прежде всего, то, что говорит нам Тора, Агафта, Райха, Камоха, то есть прежде всего, ты должен начать с самого себя, должен начать с прощения самого себя, иногда человеку тяжело простить самого себя, ему нужно начать прощать других людей, ему легче, то есть не важно, с чего мы начинаем, важно как бы понять, что есть здесь ты и другие люди, насколько человек критикует других людей, критикует себя, настолько он критикует других людей, как правило, критичные люди, они настолько критичны, что это переходит от них на весь мир, то есть они критикуют и себя, и других. Оказывается, это не так просто, то есть есть то, что мы говорим, легкие вещи, их отпустить легко. Легкие вещи, что-то сказали, если, безусловно, в каждом доме, в каждом семье, если вы выросли в семье, где была так называемая система примирения, если люди обучались говорить прости, если ваши родители говорили вам за какие-то неправильные вещи прости, я был неправ, или вы говорили своим братьям и сестрам, или родителям, или близким людям, вы говорили прости, я была неправа, если было какое-то понятие, что может быть ошибка, может быть обиды, может быть прощение, тогда вам очень повезло, И тогда вы в вашей жизни, кажется, можете этим пользоваться. Как бы важные инструменты. Говорят, что в любой семье должна быть обязательно аппарат примирения. Потому что то, что есть обиды, ссоры, споры, это часть жизни, совершенно нормальная вещь. Если есть этот аппарат примирения, то тогда люди могут из любой ситуации выйти и найти из дома выход. Но если этого нет, то нужно это создать. Но прежде всего нужно, то, что я сказала, это примирение самим собой. Как это можно сделать? Мы говорим о разных техниках. Я принесла здесь очень много разных техник. Они больше и меньше похожи одна на другую. То есть прежде всего мы говорим, что то, что вы сказали, что человек не любит себя, это как бы результат или источник низкой самооценки. Опять же, низкая самооценка формируется в очень раннем возрасте. Она формируется в возрасте 7-8 лет. И потом всё, что мы получаем в течение жизни, она только накладывается на то, что мы уже знали о себе. Безусловно, она меняется, мы можем её менять. Опять же, настолько, насколько мы осознанные, насколько мы соединены со своим настоящим «я», настолько нам легче работать. Потому что самооценку очень сложно строить на реакции окружения. Когда ребёнок маленький или когда он становится подростком уже, он – это тот, какими вы виды другие. Когда он вырастает, он уже может дать оценку самому себе, кто я. Он начинает, проходит какой-то собственный опыт и видит, кто я. Знаешь, у меня была тётя, которая, я не знаю, сколько мне было лет, может быть, 5-6, которая мне говорила, что ты злая. Почему она мне говорила, что ты злая? Потому что я не шла и на руки, или она, когда меня хотела обнять, и я от неё отходила. Я не знаю, почему. Я помню это, как сейчас. Я была маленьким ребёнком, но я помню, как она мне говорила, что ты злая. И я хорошо помню это ощущение, что я шла, я знала, что я злая. То есть у меня не было вопросов даже. Пока в какой-то момент я стала задавать, а почему я, собственно, злая? Я начала уже как бы видеть себя со стороны и определяя, что я совсем не злая. Просыпалось какое-то самоосознание. Это те вещи, которые как бы мы по жизни всё время, да, я такая или не такая. Я правильно себя вижу. То, что проходит ребёнок в переходном возрасте, да, или взрослый человек. Но, безусловно, самооценку её можно поднять. Её можно поднять в семейной жизни. Одна из задач в семейной жизни – это поднять самооценку супруга и свою собственную. Не понизиться, а поднять. Опять же, это всегда через работу. Я могу, мы можем как бы начать с каких-то, показать вам, какие есть техники, да, как работать с прощением, как работать с обидами. То есть мы говорим о том, что мы не обязаны принимать поступок другого человека. То есть поступок другого человека в наших глазах, он может быть ужасный. Подруга обидела, обидела, обидела свою подругу. И сказала ей очень такие тяжёлые слова. В общежитии, когда девочки живут, иногда они могут не проявляя достаточно чувствительность, сказать что-то очень резкое. Особенно девочки, которые выходят, там, не выходят замуж. Когда девочка вышла замуж, они очень чувствительны к определённой теме. И можно сказать какое-то слово безобидное, и вторая девочка может отреагировать очень тяжело, потому что эта тема больная. Опять же, какие-то безобидные вещи, нужно быть чувствительны и сказать «извини, я не думала», быть внимательны, как другой человек реагирует. Мы должны обязательно знать, мы не можем просто сказать «воздух». Мы должны, если мы говорим человеку, мы должны знать, видеть его реакцию. Если мы видим, что реакция человека не та, которую мы ожидали, мы должны сказать «извини». Мы часто учительны к себе, мы должны видеть, изменился ли человек в лице. Стал ли он более грустный, замолчал ли он в этом месте. Есть какие-то признаки того, что мы обидели другого человека, или ему стало очень неприятно. Можем подойти, положить руку, сказать «извини, я не хотела». Это было. Надо видеть людей вокруг себя. Мы часто очень заняты собственной недовлетворенностью жизни, или какими-то собственными проблемами. Видите, как другой человек отреагировал. Если он отреагировал, что ему тяжело сказать «извини, я не хотела, я не думала, прости меня сейчас». И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее другой человек вас простит, потому что вы тут же решите эту проблему. Чем быстрее проблема решается, тем быстрее, тем легче это сделать. Но это не всегда сделать легко. Как это объясняется, что, говорят, мудрецы, что альта-волюбина, она обещает в каждом, да? То есть альта-волюбина, да? Человек может быть в одном из лиц, да? Ты не должен его как бы поесть. И мы отреагировали, пока он его пройдет. Как это вы объясняете? Наши мудрецы знали природу человека. Мы сейчас говорим, как работать, да, с тем, что есть. Но есть природа человека. Когда ты это не можешь, когда человек, человек, приходит муж, видит гору грязной посуды, ужасно недоволен тем, что жена дома с детьми и не вымыла посуду. Он начинает кричать, гневаться. Жена начинает ему объяснять, но ему невозможно объяснить, потому что она ее не слышит. Никто не говорит, что это правильно кричать на жену, или это неправильнее прийти, спросить, чем я могу тебе помочь, и ставить мыть посуду. Но мы не идеалы, и также наши мужья нельзя требовать этого. Если он пришел, уставший, для него грязная посуда, это как красная тряпка на быка. Это человек, который привык в доме, где у матери все всегда, всегда как в аптеке, все идеальное, когда он начинает ругаться. Не надо в тот момент ему не говорить, даже не надо оправдываться. Надо ничего объяснять, нужно дать возможность человеку успокоиться. И сказать, я тебя понимаю, это очень тяжело, потому что у нас внутри поднимается обида. Я дома, я работаю, я не дыхаю, я жду, что ты придешь, и я могу переложить на тебя немножко часть своих забот. Я могу хотя бы освободить руки, дать тебе ребенка. Я могу сама что-то сделать, ты приходишь вместо того, чтобы мне помочь. Ты на меня кричишь, женщина может сказать ему все, что угодно, это то, что происходит. Муж приходит ужасно уставший, хочет отдохнуть. Жена ужасно уставшая дома, хочет отдохнуть. Каждый приходит со своими ожиданиями, он приходит с ожиданием отдохнуть, она приходит с ожиданием, что он даст ей отдохнуть. И поэтому тут точка конфликта. В тот момент, когда начинает ему говорить, да, ты всегда так посмотри, он только больше начинает ругаться, нервничать. То есть, если она в этот момент, она смолчит, не говори человеку, не объяснять ничего. Дать ему возможность как бы снять с себя это напряжение, да, это неудовлетворенность. Мужчины, они, как правило, быстро зажигаются, быстро остываются. Но это нужно не брать столичную, чтобы не речь. Но хон, это работа, то, чем ты говоришь, это опять работа. Но в тот момент, опять же, это может быть на уровне техник, это не обязательно, на уровне какой-то глубинности. Ты знаешь, в тот момент, то, что мудрецы говорят, да, не реагировать, не убеждая человека в момент, когда он гневается. А подождать пока он, да, и после этого там поест, потом сказать, ты знаешь, я понимаю тебя. Но вместе с тем, мне сложно, когда ты кричишь на меня, потому что меня тоже вызывает, я очень на это обижаюсь. Если мы можем это выразить, если мы достаточно осознны, то мы в тот же момент входим в них диалог. А что происходит часто? Происходит часто, он обижается, он обижается за грязную пессуну, она обижается за звук криков, они ставят так называемую киротум, да, эту глухую стену. Он идет, он идет в свою комнату с компьютерами, за, не знаю, за какой-то своей работой, за гемары даже, она идет в комнату заниматься детьми, и все, они не разговаривают друг с другом, они ссорятся, это может быть день, это может быть два, это хорошо, если это полчаса, часто. И через какое-то время они ощущают, что им уже сложно начать говорить друг с другом, потому что прошло много времени, и чем больше времени проходит между обидой и прощением, тем тяжелее потом вернуться, потому что это уже обида на то, что не просят прощения, это уже обида на то, что... обида на обида на обида, да, то есть накапливается много-много разных чувств. Поэтому прежде всего, то, что мы говорим, не накапливать, быть достаточно осознанным, что происходит со мной, что я ощутила, какое чувство. Очень хорошо иметь дневник. Дневник записи, я когда-то давала уроки эмоциональной интеллигенции. Это одна из вещей, связанных с эмоциональной интеллигенцией. Это понять, какое чувство меня охватило, я обижена, на что я обижена, что меня обидело. В принципе, обида, это может быть тоже разочарование, но не то, что тебя связывает, это именно разочарование. Да. Это не обязательно, чтобы было с детством. Мы можем определить, насколько глубокая обида по нашей реакции. Если мы страшно обиделись, и нам очень больно, и нам совершенно невыносимо, а это всего лишь какое-то слово, значит, это какие-то накопленные вещи, годами. Какие-то глубинные вещи, связанные с каким-то глубинным подсознанием. Если это вещь, которая моментная, и это не было, значит, это какие-то вещи, которые происходят здесь сейчас, которые достаточно легко решить. Безусловно, это то, что я сказала вначале. Безусловно, поступок человека, у человека есть свобода выбора, и поступок человека часто бывает недостаточно корректный. Но, если мы верим, что миром управляет Всевышний, и Всевышний посылает человека, который нам показал, на какую-то точку, на которой мы работаем, то даже эта обида, она для чего-то. Это то, что делают большие люди, большие рабонимы. Они не обижаются на человека, они смотрят, что произошло с ними. Мы должны, как сказано, не спрашивать лама, а лима, для чего. Как я должен был бы отреагировать на эту обиду? У меня был недавно случай, где мне очень... Человек, который мне казалось, что я очень помогла, меня как-то обидело. Я почувствовала, что меня обидели. Мне было очень тяжело. Должна была пройти какой-то путь, разобраться, откуда эта обида, почему я так отреагировала. Пседра, ну, он так помог, почему она должна быть неблагодарной, почему это должно быть как неблагодарность. Да, нужно было пройти какую-то свою работу, то, что сделали. Потому что мы даём какую-то свою собственную трактовку этой ситуации. Эта трактовка, она нам мешает посмотреть на объективную реальность. Есть очень хороший тест, как... Даже не тест, а как... Это одна часть техники. Посмотреть, насколько мы субъективны или объективны к тому, что произошло. Например, если бы то, что произошло, эта ситуация, да, произошла не со мной, а с другим человеком и в каком-то далёком месте. То есть, снять момент личного. Насколько эта ситуация, например, если бы зашёл не мой муж, а зашёл бы чужой человек и сказал бы там, о, у вас, знаю, там, грязная, грязная посуда, не знаю, или он бы натреагировал на... Или зашёл бы не ко мне, а зашёл бы... Не зашёл бы в какой-то другой дом. Не мой муж и зашёл бы в другой дом. Какая-то ситуация, зашёл человек в другой дом, да и сказал, ой, у вас такая грязная посуда. Сама ситуация, она очень болезненная? Нет. Он прав. Вы совершенно правы. Он прав. Он прав, потому что есть... Не, ну, неважно, то есть, это неприятно, но, в принципе, это знак того, что можно встать и помыть посуду в любой момент, да? Это не обязательно знак, что нужно обижаться, что я плохая хозяйка и что я ничего не умею и что вечно... Он говорит мне, что я ужасная хозяйка и что я хуже его мамы. Ну, хон? То есть, что может быть в душе у женщины, в её голове? На одну только фразу. Почему не вымыта посуда? Может быть, целый-целый, целый такой вот монолог внутренний, да? Почему мне это говорит? И зачем мне это говорит? И это самое. Пусть он только к своей маме. Пусть он к своей маме, да? Я очень сильно устала, и у меня нет сил, тебе чего-то отточать. Спасибо. Все. Все. Успокаивай. Помогай, помогай. Очень часто. Смотрите, у каждой, у каждого, да, в каждой паре есть какие-то свои патенты, что? Тогда, значит, во-первых, я говорю, что-то спокойно. Тогда он начинает понимать, что я, наверное, тоже устала. Спокойствие, прежде всего, оно тут же успокаивается, спокойный голос. Это одна из вещей, которые наши мудрецы говорят, что нужно, можно успокоить гнев, это спокойный голос. голосом очень многие вещи можно решать. Это очень тяжело, потому что, опять же, нужно очень хорошо управлять этим. Но голосом, спокойным, тихим голосом, можно тут же улазить с обстановкой. Да, я понимаю. Может быть, да, я понимаю. Да, я понимаю, в этот же момент он тут же успокаивается. и ни в коем случае не оправдываться, потому что оправдание наоборот. Оправдание, это человек хочет, последнее слово стало за ним. И тогда это еще больше разжигает огонь. То есть, то, что хочет муж, скажем там, или какой-то, или преподаватель от своей ученицы, да, то, что он хочет, чтобы человек признал, что он неправ. Прав он это или неправ, что он этого хочет, это не имеет значения. Да, он должен признать, что есть реальность, грязная посуда. Да, она должна признать эту реальность. Но если начинаешь говорить, да, ну посмотри, ну что, во-первых, она бесседра, посмотри, у моей соседки, вот такая гора, и муж слова ничего не говорит. Любой помогает, помогает, то, что говорят мудрецы, в этот момент не объяснять, не говорить, дать возможность этому чувству, это чувство гнева, да, это гнев, дать ему пройти, как правило, если не мешает этому чувству пройти, оно очень быстро проходит, и потом спокойно поговорить. Опять же, мы сейчас говорим о том, как научиться прощать, то есть освобождаться от негативных чувств, от обид, от вещей, которые ложатся тяжелым грозом и вызывают, кроме того, все эти обиды, которые мы держим в себе, они забирают очень много сил. Знаете, есть люди, которые, которые такие вот закрытые, скованные, не очень общительные, не гибкие по жизни, вы, наверное, встречались, такие-то люди, которые много в себе держат, а иногда ходят очень скованно, да, это люди, которые держат в себе очень много боли, неудовлетворенности, да, обиды, опять же, не всегда, не знаю, есть люди, у которых проблемы с моторикой, не знаю, но, но, как правило, да, это забирает очень много сил, мы держим в себе на совершенно неосознанном уровне, это не то, что я как бы знаю, что я держу, но я держу в себе для того, чтобы тайны, которые у нас есть, какие-то тайны, какие-то глубокие внутренние вещи, какая-то недосказанность, я, там, там, у меня была одна девочка, которая в очень плохих отношениях к своим отцом, настолько плохими, настолько она его ненавидит, что она не могла даже говорить о нем, и к чему я говорила, я сейчас, нет, нет, до этого я, она, она даже, да, она даже не могла говорить о нем, она живет обычной жизнью, вышла замуж, хорошо, все хорошо, почему она обратилась за консультацией, потому что она видит, что на сердце на своего мужа абсолютно беспричинно, у нее есть какая-то недосказанность со своим отцом, и эту недосказанность она переводит на своего мужа, то есть мы говорили уже, как бы, что наши отношения с семьей, это как бы прототип отношений с миром и отношений с близкими людьми, если были какие-то сложные отношения с отцом и какие-то непереработанные, то, может быть, какие-то сложные или сложные отношения, или сложные с будущим мужем, то есть эти вещи, их надо, очень важно, перерабатывать, это не то, что они роковые, если это было, то так и будет, да, это просто сигнал тому, что их надо переработать. И мы с ней работали, как бы, говорили, как она написала ему письма, письма, которые не отправлялись, письма в стол, да, написала, она выражалась, сначала написала, вытаскивала очень много гнева, я сказала, ты можешь употреблять все слова, которые ты хочешь, самые нецензурные, самые ужасные, самые тяжелые, только вытащи эти слова изнутри, вытащи их, напиши, а потом проведу. И так она делала много раз, много-много раз, она писала, писала, потом нарвала, а потом написала какое-то более цензуированное, да, с цензурой письмо, в котором она, как бы, пыталась им объяснить, что она чувствует. Она опять же его не отправила. Потом она, невозможно было с ним создать диалог, очень хорошо, когда можно человека посадить рядом и поговорить с ним. Это хорошо для вас, для другого человека, но не всегда можно посадить человека рядом. Его невозможно было посадить, потому что он не хотел ее видеть, не пускал ее в дом. У них был очень большой конфликт на религиозной почве из-за того, что она прошла георг. Не важно, то есть была какая-то сложная. И невозможно было бы посадить, да, но с другой стороны, это гнев, это неприятие, это ужасно, это было очень глубоко у нее внутри, она должна была с этим как-то переработать. И я думаю, я надеюсь, что сейчас она не живет в Израиле, она живет в другой стране, что ей удалось это сделать в какой-то момент, потом написать ему письмо, отправить, или может в какой-то момент сесть. Мы начали с ней обсуждать, как можно найти эти точки оправдания у него. я начала рассказывать, что он сирота ее папы, что он из очень тяжелой семьи, он никогда не видел ласки любви. И что мы как бы нашли много вещей, которые были как бы оправданием этому. То есть вот это вот, то, что мы говорим не держать внутри, это любая вещь, которая есть, ее нужно как можно быстрее решить, то, что говорит Ора, и закончить так называемый unfinished business, есть этому даже название, то есть какая-то вещь, какой-то конфликт с человеком, или ты пишешь ему, или ты сажаешь его рядом, или ты через какого-то третьего лица говоришь с ним, но ты с ним улаживаешь эти отношения, ты их не затягиваешь, потому что затянутые отношения я знаю людей, которые годами не разговаривают с родителями, годами, у которых страшная обида на какие-то ошибки родителей в детстве, обида, которой они даже не могут себе представить, что они могут ее простить, то есть настолько это глубоко, настолько это не, и они даже не готовы это обсуждать с родителями, или еще как бы работать по какой-то технике, потому что это настолько болит, что они не могут даже подойти к этой точке. я хотела бы перейти к каким-то техническим вещам, к техникам, как можно сделать. Прежде всего, почему мы обижаемся, это потому что задето наше эго, задето наша личность, и прощение это способность преодолеть это ощущение приниженности, нам очень тяжело жить с этим чувством. Значит, есть такое упражнение, вы хотите писать, или я не взяла у вас есть листы. Ну, можно как бы у всех этих упражнений есть какие-то общие вещи, может быть, я в следующий раз принесла бы, или может, дать потом уже готовые листы. Сейчас не стоит. Светлана, я вам скажу в общем. Значит, есть ряд упражнений, да, как с этим работать. Есть такое упражнение, это первый пункт, это вспомнить, как кто-то вас простил, и как вам было это приятно, когда вас прощают. Ощутить это, вот это ощущение, как приятно, когда вас прощают. Простить самого себя, написать письмо самому себе, в котором мы признаемся в каких-то вещах. То есть, очень важно во всем процессе прощения признать, понять, что произошло, кому я хочу, например, простить. Я хочу прости такому-то, такому человеку за что. сделать понять прощение более конкретным, более специфическим и конкретным. Я не просто прощаю всему миру и всем друзьям и родителям, я прощаю конкретного человека за конкретную вещь. я прощаю своему папе за то, что он не давал мне видеться с мамой, например, как эта девушка, например. Прощаю за то, что дальше это уже другая система. Но здесь, прежде всего, это то, что мы говорим, значит, написать написать письмо самому себе. Прощение самому себе тоже письмо, да. Письмо самому себе. Мы пишем, у нас понятие дневника, оно очень позитивно. Есть люди, которые ведут дневники, это очень хорошая вещь, потому что есть возможный диалог со своим внутренним я. У нас все время внутренние диалоги. Мы все время говорим сами с собой. Но эти диалоги, они как бы ни к чему не приводят. То есть, это хорошо, в любом случае, хорошо. Но, в смысле, диалоги внутри себя ни к чему не приводят. То есть, хорошо вытащить его и увидеть, что происходит у меня внутри. Вытащить свою субъективность и сделать ее более объективной. Если я вытаскиваю ее наружу, я могу посмотреть на себя, на свое состояние извне. Когда оно все время у меня внутри, мне очень тяжело понять, что со мной происходит. Поэтому любой способ вытаскивания себя наружу, через творчество, через искусство, через письмо, через дневник, через разговор, это способ понять самого себя. да, да, Очень давно я тут науки, пишу стихи и много-много этого всего связанного с нашими ощущениями. И много лет это ни к чему не приводит. И недавно я узнала, что наоборот, если ты пишешь этот негатив, который из тебя исходит, пишешь его на бумаге, ты его проецируешь постоянно. Недавно я... Где вы такое слышали? Нет. Этот негатив, он у вас есть. Вы, наоборот, вытаскиваете наружу и вы пытаетесь от него избавиться. Он негатив, он не взят с Луны, он взят изнутри вас. Вы можете эту бумагу порвать, вы можете выбрать. Вы должны... Смотрите, просто дневник, это хорошо, но это недостаточно. Это важно посмотреть, какие у вас чувства. Что происходит с вами внутри. Вы можете посмотреть, что я чувствую. Я чувствую ужасную обиду, меня обидели. Кроме того, что когда пишете «Ник», вам уже становится легче. Вы можете просто этот негатив не оставлять его, если он очень негативный, а просто его порвать. Потому что держа в доме какие-то очень тяжелые вещи, действительно тяжело, это как-то влияет. Написано, это то, что, наверное, имели в виду. Но вытащить от себя это всегда лучше. Это терапия. Опять же, если вам это не хочется и вы есть какие-то очень тяжелые раны, когда они находятся очень далеко, они вас не тревожат, и тогда не надо их вытаскивать. Что-то очень тяжелое, которое вас не тревожит, которое сидит очень глубоко, и оно никому не мешает. Иногда не нужно вытаскивать, потому что тогда вытаскиваешь этот кувсат Пандора, тогда не знаю, что с этим делать. Но большая часть вещей, которые у нас есть, они влияют на нас, они влияют на нашу жизнь. Они портят нам настроение. Мы каждый раз сталкиваемся это в новом контексте, в новой ситуации. И поэтому через дневник или через какое-то письмо мы больше начинаем осознавать, что происходит с нами. Поэтому просто написать, это важно, но это недостаточно. Нужно посмотреть, что я могу с этим сделать, как я могу реагировать иначе, что меня обидело, почему меня это обидело. Просто больше узнать о самой себе. Да, это информация. Это какая-то определенная информация о самой себе. И кроме того, возможность посмотреть на себя со стороны и хорошо посмотреть потом тоже. Вы потом посмотрите, где вы находитесь сейчас. То, что вас волновало тогда, вас совершенно-то не волнует. Когда-то, когда-то, я читала, что бресловские рэбы сказали на Мухасиду. Вот ты гневаешься, тебе тяжело, ты обижен на кого-то. Представь себе, что будет вот в этом месте и с этим человеком через 50 лет. Насколько это будет важно? То есть, есть какие-то вещи, которые минутно и тоже уходят. И когда вы смотрите на ваши написанные строки какое-то количество дней, лет назад, вы понимаете, что вы уже на другом месте, что вас уже эти вещи не волнуют. Вы проходите какой-то собственный процесс, вы можете его наблюдать. Когда внутри вас, вы очень многие вещи не замечаете. Значит, написать письмо самому себе, в котором признают. Напишите, что произошло, какие последствия. Это если вы что-то сделали какое-то неправильное, например, вас обидели, вы ответили. И написать извиниться перед самим собой, написать «Я сожалею». Выобразите очень хорошее средство избавиться от многих вещей. это визуализация. Это визуализировать какое-то событие. Это представить себе воображение, что вы встречаете этого человека и вы его прощаете. Вы говорите «Вот, я тебя прощаю, вот вы обнимаетесь». И в тот момент, когда вы можете себе воображение представить, что вы обнимаете человека и вам хорошо от этого, значит, это признак того, что вы его простили. То есть воображение это очень сильная вещь и можно направить как бы в правильное русло, это представить, что вы встречаете человека, как вы это делаете, как вы прощаете, вы как бы внутренне себя уже виртуально готовите к какой-то реальности. Если вы знаете человека, который простил другого, можете спросить, как он это сделал, и что он при этом почувствовал. Всегда хорошо набраться опыта других людей, как они это делают, как они прощают других людей, иногда бывают очень тяжелые ситуации. Дать какую-то эмпатию этому человеку, как вы говорили, найти этот эмпатию, понять этого человека, каким ему тяжело, какое детство, как ему было плохо, найти какие-то оправдающие вещи. То, что вы сказали, меньше думать об этом. Это тоже. Есть какие-то вещи, когда ты можешь отвлечься, и у тебя это проходит, потому что только здесь это не накапливается. Если какая-то очень тяжелая, какой-то человек, который очень тяжелый, то есть я готова его простить, но я понимаю, что я не могу его ни обнять, ни ничего. Потому что сейчас мы будем говорить. Это потому что, если тяжелая бета, это талих, это процесс. Это невозможно только сказать, слихай все. Или я тебя прощаю, это все. Это, конечно, наверное, не совсем здорово. Сейчас мы дойдем. Мы дойдем дать. Значит, да. И если возможно восстановить связь с этим человеком. То есть это одна система. То есть прежде всего написать письмо самому себе, вспомнить, когда вас кто-то простил, и как это было приятно. Вообразит, визуализирует прощение. Дать эмпатию, меньше думать. Постановить связь с этим человеком. Есть еще одно упражнение. Нужно... Это такой более духовный подход, религиозный подход. Я думаю, что, может быть, он вам понравится. Опять же, нужно знать, что все происходит от Всевышнего. И что все, что мы видим, все, что мы получаем, это для чего-то. Нам необходимо это как школа жизни. Мы можем сделать вид, что мы не замечаем. Мы можем сделать вид, что это не для нас. Мы можем отреагировать как-то агрессивно. А можно это воспринять как учеба. Чему это меня может научить? Что я могу выучить из этой ситуации? И какая должна быть правильная реакция на ситуацию? Что я должна выучить благодаря этой обиде? Что я могу из этого максимально вынести? Посмотреть на человека, который нас задел, как на цельного человека, и что у него есть свои испытания. То есть, посмотреть, человек по своей сути, он очень многогранен. Когда нас обижают, когда мы гневуемся, мы видим какое-то одно качество. Он предатель. Он изменник. Он злой человек. Он не честный человек. Мы тоже даем это. Это то, что происходит с лошонора. Мы человека выводим на уровень животного. У животного у него всегда есть одна функция. Потому что у него нет божественной души. У него есть только функциональная душа. И поэтому животное, животное, он плоский, он функционирует. Кошка чистит себя, зайчик бегает. То есть, у них есть какое-то функционирование. Человек, он многогранен. И поэтому, если мы представим, что человек многогранен, что у него есть не только это плохое качество, у него есть много хороших качеств. И что у него свои испытания в жизни. Ему непросто. То есть, опять же, стать в каком-то плане адвокатом, что он сложное существо, много сторон. Найти им оправдание. Опять же, третье, это то, что я сказала, это проверка объективности этого поведения. Вывести это лично из лексикона. Мы часто реагируем очень и очень лично. То, что сказала Ора. Что он совсем не думал задеть меня. Он сказал, это вообще, я это восприняла, как будто бы это мои личные обиды. Или кто-то, даже кто-то не понравился урок, ушел с урока. Абцедр, так ему не понравился урок. Абцедр, почему я должна воспринимать, например, или как-то лично, что меня задели? Я не справа. То есть, у каждого, мы часто воспринимаем, насколько мы чувствительны. Мы воспринимаем очень и очень лично. И с этим нужно очень работать. Потому что вещи иногда бывают просто в воздухе. Они не связаны вообще с моей личностью. И вот эта проверка на объективность, это очень важная вещь. Если бы это было далеко, если бы это было с каким-то другим человеком, как бы эта ситуация нету выглядела? И тогда у вас есть возможность опять же посмотреть на ситуацию со стороны. Не быть внутри, не ощущать это очень, как бы... Вспомнить очень хорошую вещь, вспомнить случай, когда мы поступали подобным образом. Это самая большая школа. Потому что обычно нам возвращается то, что мы когда-то уже сделали. И если нас кто-то обидел, надо вспомнить, обижала ли я когда-то кого-то так же. И справиться в этом месте. Потому что, как правило, Всевышний нас учит через поступки других людей, где мы были неправы. Медак и нагитмеда. Поэтому это очень хорошая такая вот... И последнее — это прощение. Мы прощаем другому не потому, что обида маленькая, нас, может быть, очень обидели. А потому что мы большие. Это очень такой вот хороший, правильный, здоровый подход. То есть обида может быть большая, но мы больше этой обиды. Или мы любим этого человека, как мы больше, чем мы. Или мы любим этого человека, или мы прощаем ему, потому что мы понимаем, мы понимаем, что мы великодушными могут быть только самые большие люди. Говорят, что самые маленькие судьи, они присуживают большие сроки. Амнистию может дать только президент. То есть по-настоящему амнистию дать человеку как бы... Своему может дать только большой человек, человек, который переработал свои чувства, который может по-настоящему простить. Опять же, поменяйте свою точку зрения и превратитесь из жертвы в победителя над своим... над своим я. Опять же, мы, когда мы живем на уровне, меня обидели, не сделали, да, мне навредили, испортили мне жизнь. Родители испортили мне жизнь. Сколько-сколько там... У меня есть невестка моя, которая, слава Богу, хорошая мать, это моя свекровь, она очень хорошая женщина. Она говорит, ее подруге, моей невестке около 70 лет, она говорит, мои подруги, то есть ее подруги в районе 70 плюс лет жалуются, какие у них были плохие родители. То есть тебе 70 лет, тоже бабушка, и твоих родителей давно уже нет. Они живут с этим ощущением жертвы. Я жертва неправильного воспитания, не додали, не дополучили. Да, человек, если он не работает над своей жертвенностью, он и остается. То есть распрощаться, быть жертвой и стать тем, который побеждает над этим, победителем. Опять же, это, то же вы сказали, если глубокие раны, это предательство, обман. Махо? Да, но для того, что опять же, есть конкретное предательство, есть конкретный человек. Когда мы говорим об общих вещах, нам тяжело это сделать. Значит, то, что вы говорите, глубокая вещь, надо делать не один раз. Вот этот процесс, который мы говорили, делать много раз. Делать даже несколько раз в день. Делать в течение 7 дней, 23-21 дня. Делать как цикл. Потому что за один раз это недостаточно. Это определенная работа с своим внутренним миром. Это не происходит очень быстро. Вещи, которые вы сказали, легкие, незначительные, да, ты их сделали, ты их забыла, ты пришла дальше. Вещи, которые очень глубокие, обето глубоко, легло на что-то очень-очень болезненно, чувствительные. Это занимает время, пока человеку дается простить. Но это все-таки идет больше со стороны человека, который это делает. Потому что мы с людьми, с людьми тоже. Если не просто там серьезно себя в том, что мы говорим, как мы все равно живем. То есть, у меня, друзья, что для меня это станет разочарованием этого человека, обидой. То есть, как бы человек начнет говорить об этом, как-то серьезно переживать эту ситуацию, и поймет, к чему он меня обидит. Мне кажется, так намного проще тоже. Вы совершенно правы, но вы прощаете, вы прощаете не только ради него, вы прощаете ради себя. Это нужно хорошо знать. Потому что тем, что вы не прощаете, ради него это само собой, потому что это важно, когда, когда есть кто-то, кто тебя не прощает, это нехорошо для самого человека. Это то, что называют акпада. Да, это что? Это, я скажу, любое непрощение, это связь, это вы держите связь с этим человеком. То есть, если, например, когда помни, Юзит Каплан, Зихра 0 и Браха, рассказывала, она работала в Эмбайту, в Бет-Ульпене, и она рассказывала, что девочки, у которых хорошие семьи были, и у которых были хорошие отношения с родителями, приезжая в Израиль, они очень хорошо устраивались. Они очень хорошо делали этот процесс отделения. Те, у кого были сложные отношения в семье, они не могли отделиться от родителей. Это, казалось бы, парадоксально, потому что, если у тебя плохие отношения, то ты убегаешь, и все решается. Но мы говорим о внутренней эмоциональной связи, мы говорим не о физической. Потому что, в тот момент, когда ты не прощаешь человека, ты держишь эту связь с ним через гнев, через ненависть, через злость, ты держишь эту связь, и ты не отпускаешь его. И тогда тебе очень тяжело как бы, я не говорю уже о силах, которые ты уходишь, очень тяжело быть самостоятельной личностью, если ты не прощаешь родителям. То ты все время с ними. И эта обида, она как бы все время продолжается. В тот момент, когда связь сохраняется, то мы все время себя раним. Мы продолжаем все время себя ранить. Мы могли давно же отпустить, забыть об этом. а мы продолжаем держать эту веревочку, которая держит нас с этим человеком, который продолжает нас ранить, потому что эта обида, она внутри нас. Хотя человек может быть далеко. Если мы не обижаемся, просто постарались его забыть. Если вам это удалось, очень хорошо, но мы часто забываем голову, а здесь это остается. Опять же, если я иногда не могу простить самому себе, мне очень тяжело простить самому себе, значит, я держусь в свое убеждение, кто я такая. Я несовершенный человек. Ну, понятно, мы все несовершенные, это часть нашей природы, я несовершенная хозяйка. То есть, я не смогу никогда стать ее совершенной, если я все время держу эти убеждения при себе. И я все время себя буду грызть, что я недостаточно совершенная, не такая, как соседка, как другая соседка. Мы все время сравним себя. От этих сравнений нам все время становится плохо, потому что кто-то всегда лучше, хуже кто-то. Мы всегда видим, что кто-то есть лучше, и тогда мы всегда не в выигрышном ситуации. У меня есть соседка, у которой фамилия Наки. Наки, это наиболее чистая. Она супер чистоплотная. Но у этой соседки, у нее есть подруга, у которой у нее другая фамилия, но она еще более чистоплотная. А у той есть еще подруга, у которой она вообще пример для всего. Нет, нет, нет предела. Да, и если мы будем все время все сравнивать, то мы будем всегда с собой недовольны. Всегда. Говорят, что человек должен в духовном плане смотреть на тех, кто выше тебя, а в материальном на тех, кто ниже тебя. Есть хорошая вещь, опять же, если обиды, которые долго, которые тяжелые, да, если обиды тяжелые, и вы не можете простить, то лучше может пойти к специалисту или сделать это вместе с кем-то, не одному. Например, можно поговорить, обычно это делают с консультантом, психологом, если у вас есть подруга, которая может поговорить с кем-то о чувствах тяжелых, поговорить об этих чувствах, не держать их внутри. Это хорошо сделать все-таки сериальным человеком, если это очень глубоко. Рассказать о тайнах, о которых никто не знал. Опять же, знаете, и задать себе вопрос, что я больше всего хочу, но боюсь спросить, и что я больше всего хочу, но боюсь, что узнают о том, что я хочу. То есть какие-то очень-очень глубинные вещи, которые нас мочат. То есть что я больше всего хочу, но боюсь спросить этого. То есть это поднять какие-то... Лучше сделать это с каким-то человеком. Или со специалистами, или с каким-то человеком, который может понять вас и помочь вам. Есть, не знаю ли вы пишете, есть просто еще системы очень... Здесь у меня... Опять же, я принесла здесь еще есть Луиза Хейл, что она предлагает. У нее своя система, как-то добавится от... Сколько у нас времени еще есть? Сколько у нас времени еще есть, Ари? Например, у меня есть такое упражнение написать себе «Я гневаюсь на... за это». «Я чувствую это и это». «Я ненавижу это за что-то». То есть быть очень-очень конкретным. То есть мы можем работать... Если вы захотите, я могу просто подготовить, потом и как-то распечатать отдельное упражнение. Но важно быть как можно более специфическим, конкретным, да. Что я чувствую, на кого я сержусь и за что. То есть не бояться вытащить это из себя и работать с этим. Я хотела... Так как действительно вот есть еще одно упражнение. Опять же, я думаю, что сейчас, как бы, если вы не пишете и не готовы в этом инфляции, но я думаю, что то, что мы говорили, что прежде всего... Все, надо заканчивать, рыбари. Сколько у нас времени? Сколько времени сейчас? А, не ограничивают, да? 21-21. Ну, 9-12. Ага. Прежде всего, то, что мы сказали, что мы обижаемся и нам тяжело простить кого-то, и... Потому что у нас низкая самооценка. То, что вы говорили, что часто мы плохо о себе думаем и плохо к себе относимся, и мы говорили там, как работать с этим. Прежде всего, есть такое, то, что называется дневник моих достоинств. Да? Это вещь, которая может помочь поднять ту же социнку. Написать в этом дневнике мои умения, мои способности, мои достоинства. Обращать внимание на успехи. Ставить цели мечтательные и реальные. Это даст вам чувство реализации, чувство гордости, что вы можете что-то делать, да? Приводит это к занощивости? Нет, нет, нет. Это нет. Это вы. Почему? Моё умение, то, что я могу, почему вы должны быть занощиваться? Занощивость, когда вы ощущаете, что вы выше кого-то. А когда вы ощущаете собственную ценность, это... Вам Всевышний это дал? Вместо реакции на что-то действовать. 31 день говорить положительную фразу о себе. Заниматься тем, что ты любишь. Определение, какое определение любимой работы, это чем ты можешь заниматься даже без денег. Вы можете так определить, или работа вам нравится. определить, чем я больше занимаюсь, тем, что я люблю или не люблю. Заниматься собой, косметикой, здоровой пищей. В жизни нет проблем, в жизни есть задачи. То есть, это вот такая вещь, как можно себя подготовить к тому, чтобы быть менее ранимой, быть более осознанной, научиться прощать. Ведь быть чувствительным к другим людям. Быть евреем, быть человеком. И как бы вот расти по мере тех ситуаций, которые нам предлагает Всевышний. И понимаешь, что все испытания, все обиды, все, что мы получаем из внешнего мира, это план Всевышнего, и он нам дан для того, чтобы мы работали с этим. Опять же, не ощущать себя жертвой или страдалицем или кем-то, да, вот Алам Тикун, я такая вот бедная, несчастная, я должна себя. А ощущать тем, кто действительно что-то делает своими руками, делает правильные выборы. Я понимаю, но каждый по-своему это воспринимает. Есть те, которые ходят, страдают, жалуются на жизнь и говорят, ой, Алам Тикун, тяжелая жизнь, тяжелая. Есть те, которые говорят, да, я как бы делаю то, что я могу в этом мире, да. У вас есть какие-то вопросы еще? Вы говорили по глухой стене, да, по сути, там можно с любым человеком. С любым человеком, нахуй. Как стоит заговорить с этим человеком, то есть обращать внимание, если желание померите, да, то есть сразу говорить о проблеме или вот... Смотрите, прежде всего, безусловно, можно проделать все эти процессы, которые мы здесь говорили, но вот то, что говорит Ора, это правильно, преодолеть себе и начать говорить. Потому что чем больше вы не будете говорить, тем тяжелее начать. Опять же, ну очень сложно... Сложно тоже прийти на контакт. Конечно, конечно, безусловно. Вопрос только, если вы обиделись очень, и вам тяжело говорить, дайте себе время. То, что я сказала, что кипящей кастрюле нужно дать время остыть. То есть мы не автоматы, мы люди, у нас есть наше сердце, у нас есть наши чувства, но, ну, как правило, нужно работать над тем, чтобы забывать, не помнить. То, что мы говорим, да, злопамятные люди, это люди, которые держат в себе это зло. Почему они это держат? Как правило, они мстят другому человеку. Сказано, что нам запрещено мстить. Мы можем себя защищать, но запрещено мстить. Почему человек хочет отомстить? Где предел? Защищать себя, а не мстить. Где предел? На своей территории. Я защищаю себя на моей территории. Мстить, когда я хочу сделать плохо ему. Потому что я хочу восстановить справедливость в мире. Корень мести, это я хочу восстановить справедливость в мире. Но справедливость в мире должен восстановить Всевышний, не я. То есть по отношению ко мне, если человек, что-то делать, я могу себя защищать? Безусловно. Но это, опять же, если ты не делаешь это, это, я должна себя защитить, потому что это меня, опять же, невозможно все время жить в состоянии защиты. Мы должны, мы должны, Найдите случаи, когда вы можете, я не знаю... Найдите случай, когда вы можете первым подойти, сказать, или я знаю, может какая-то семха будет, может будет какая-то радость или какой-то повод. Это работа, это не простая работа. Это не простая работа. Можно подойти и как-то невзначая сказать или принести, или, может быть, Мишло Ахманот. Говорят, что Мишло Ахманот, они не важны именно для того, чтобы вы помирите человека с человеком. И мучило Ахманут нужно давать тем, кому Найдите какой-то повод Потому что чем дальше, тем это тяжелее Чем быстрее вы это сделаете, тем это лучше У меня была такая ситуация с одной соседкой Она сама перестала, видно, какие-то дети Дети как маленькие, они дерутся, ругаются Есть люди, которые не обращают на это внимания Дети это дети, они сами разберутся А есть соседи, которые воспринимают как личную беду Если их ребенок, там, ребенок чей-то побил их ребенка И она не разговаривала там с большей частью соседей Такая немножко проблемная она, не очень здоровый человек И она не разговаривала, я вижу, она вышла И она не смотрит Я подошла, так похлопала, причет сказала Ой, я видела твоих детей, такие замечательные дети И она так расцвела И она сказала, и твои И так она была такая счастливая, что я подошла к ней Это было такое, это преодоление Она уже боялась просто как бы обратиться Да, и каждый раз она так улыбается Сейчас все время здоровается Это непросто, это преодоление В какой-то момент это даже пожалеть человека Вместо гнева сменить гнев на пожалеть человека И пойти навстречу ему В конце концов, что нам нужно? Подойти и сказать шалом, как дела там, пульчет Это не какой-то подвиг Это просто преодоление вот этих своих негативных чувств И если вы говорите секунд, то это наша работа Все время работать над тем, что нам тяжело Но опять же, можно готовить себя к этому Можно сделать какой-то процесс здесь Можно здесь есть, вот у Луизы Хэй есть фразы Позитивные фразы Я, например, готова Я могу быть готовой простить ее Если вы не готовы Да, я могу быть готовой через какое-то время простить ее Делать какое-то себе промывание Так вы сделайте это Подойдите и сделайте Ну что может быть самое страшное? Что может быть страшное? Что она не поймет то, что вы сделали Она отвернется Вы знаете, вы скажете Извини, можете сказать и просто извини Или наоборот Извини, что я с тобой Я не собираюсь Но есть какие-то вещи, что вы можете тоже сказать Я не знаю, обидела Ой, мне жалко, что я тебя не видела давно Говорят, сказано в Рабейну Бахае В нашей мудрецы говорили Что очень важно сказать человеку, я тебя прощаю Что говорят, что Юсеф не сказал братьям Я вас прощаю И из-за этого Асарауга Малхот Десять праведников, которые были растерзаны Страшной смертью Раби Акива И его соратники То это были Как бы они расплачивались за грех За грех братьев То есть он должен был Есть такое мнение Он должен был им сказать, я тебя прощаю То есть есть какая-то такая вещь Можно про себя сказать То есть есть много каких-то таких способов Подойти к другому человеку Простите Видите, у нас здесь Это одна небольшая Ведь сколько у меня разных систем здесь Это одна Я просто не хотела вас перегружать Потому что Но басис, он как бы понятен Это понять другого человека На тему оправдания Прежде всего, если вы можете начать себя Или продолжить с собой Но обязательно заняться собой тоже Понять где-то точка, где мне тяжело себя простить За что я все время себя критикую Недовольна собой Не люблю себя Работать с этим Это самое тяжелое Работать с самим собой Намного сложнее, чем работать с другими людьми Поэтому, как бы, никогда не поздно это сделать И часто, как бы, если родителями Если какие-то обиды с родителями Обязательно поговорить с ними Понять их Потому что, когда они после 120 лет уходят Это очень тяжело Оставаться с ощущением, что ты не договорила Не досказала Не допоняла Поэтому очень важно эти вещи решать Не накапливая их Как можно быстрее Появляется какая-то вещь негативная Избавляться Накапливать негативные эмоции Обиды, злость, неприятие Работать с этим Спасибо большое Успехов Вам Чтобы мы жили всегда только в радости В любви, в приятии В самом красивом и светлом мире Спасибо Спасибо